Матрица Мироздания Дорогие дамы и господа, мне предстоит достаточно сложная задача по одной простой причине. Вот эта книга, она там есть на развале, это введение в Матрицу Мироздания. Я вынужден буду рассказать это очень кратко сейчас. А потом перейду к тому, что удалось узнать на основании этих знаний о логарифме и времени. Это были сакральные знания египетских жрецов. На самом деле, называется книжка «Невидимый Египет». Почему? Да потому что ограниченный круг жрецов знал просто иерогрифику, и тем более сакральный базис Божественного Мироздания и Матрицы Мироздания. И самое интересное, что эти знания смогли дойти до нас. Вот я сейчас кратко-кратко расскажу о том, как они дошли и как стали понятны. Пожалуйста, следующее. Вот это, так называемый, детракт из Пифагора. Эти 10 точек, про которые Филон и Смирный говорили, что они обладают удивительным свойством, пытливому уму они открывают тайны Божественного Творения. Следующий, пожалуйста. Это просто 4 уровня. Видите, на втором рисунке каббалисты добавили новое осмысление этих точек. По буквам иврита они обрели мужские свойства и женские. Йод – это мужское начало, хея – это женское начало. Йод – мужское, хея – женское, из которого родилась йод и в ахеи, иегова. Ну, поскольку существуют числовые значения каждой буквы алфавита, и не только иврита, но и всех остальных, то это 72 имени Господа. Следующий, пожалуйста. Вопрос стоял такой. Если есть вот такая пирамида, и Тетрактис Пифагора так построится, наверняка есть и верхний мир, и верхний мир. Египетские жрецы донесли до нас эту информацию каким образом? Они весь Египет разделили на верхний и нижний. Дальше, пожалуйста. Вот Бог так. В саване мумии с посохом, который состоит из ряда элементов. Уаз – вот он, Уаз – символ силы, Анг – символ жизни, и Тет – устойчивость. Вот предназначение этого Мината до сих пор непонятно. Пошли дальше. Вот Птах-Тетунен. Птах-Тетунен, он объединили его в Мемфисе с первой династией. Египтяне там был храм, они поклонялись Птаху и считали, что он дворец богов и людей. Птах-Тетунен обрел еще и свойства земного бога Птутенена. Первозданный холм Птах-Тетунен. Причем, обратите внимание, что делали жрецы. Они очень скромными средствами передавали самые основные свойства. Локти вот так повернуты, а Уаз и посохи вот так. Значит, вот один угол мы видим, С такой, а Т вот сюда вниз идущий. Причем, вот тут все углы, углы, как будто они говорили. Посмотри на углы, которые определяют основные элементы этого рисунка. Дальше, пожалуйста. Теперь мы строим пирамиду, матрица мироздания. Значит, взяли квадраты, поставили как детские кубики, разделили пополам и провели вот эти линии. Вот это уровни матрицы мироздания. Тут 5, тут 4, 3, 2, 1. Вот на такие участки разбил всю землю вдоль Нила Параон, раздал всем египтянам и с них собирал налог. Пошли дальше. А я наоборот тороплюсь, потому что в конце самое интересное. Самое интересное. Вот это фигурка фараона Верхнего Египта, Самихиха. 26-й фараон 26-й династии. Видите, он держит молельные щетки и куб. Потому что то, что мы рассматривали, это плоскостной вариант матрицы мироздания. А на самом деле она объемная. Такие четырехгранная такая пирамида. Пошли дальше. Вот теперь мы тот рисунок Стата Котунена поставили в матрицу мироздания. Вот здесь написано. Петер тут, а тут расшифровано здесь. Теперь осмотрите. Вот посохи дали нам направление в матрице мироздания, верхнего мира. А локти нижнего мира. Было очевидно, поскольку знали уже про тетрактис Пифагора, который жрецы Пифагору рассказали египетские. Значит, вот этот треугольник, он перенесел сюда. Что такое тетрактис? 10 точек. Вот эти кружочки я назвал позициями. Они соответствуют египскому иероглифу А. Очень удобно. Значит, вот так мы получили. Как эти миры пересекаются, они заходят как бы друг на друга. Пошли дальше. Что? Давайте вот так повернем. Нет, нет, вот так. Значит, что здесь изображено? Во-первых, здесь изображено. Ой, Господи, да что же такое? Вот так, да? Так слышно? Все, я не буду двигаться с места. Вот так слышно? Я повернусь туда. Вот так? Вот так. А, во, во, во. Вот так. Хорошо. Вот так. Извините меня, пожалуйста. Я старался. Дайте ему микрофон. Он будет в руке держать микрофон. Не надо, не надо. Вот так меня слышно? Вот так. Я вот так слышно? Слышно? Все отлично. Пошли дальше. Значит, вот это место перехода характеризуется двумя священными символами. Это два тратрактиса, туда 10 точек включаются. Нижний и верхний. И известная звезда Маген Давида. Но она была известна на Востоке, в Иране, давным-давно. То есть эти два символа характеризуют место перехода между верхним миром и нижним миром. Пошли дальше. Теперь вернемся к тому птаху, которого мы рассматривали. Вот тут четыре ступеньки. Это четыре уровня тетрактиса нижнего. И смотрите, он держит этот посох. Смотрели столько поколений египтологов. Никто не обратил внимания. Какая-то странная шкала. Она неравномерная. Вот я задался вопросом, а что это за шкала такая изображена? Следующий, пожалуйста, рисунок. Выяснилось, что это логарифмическая шкала. 12 тысяч лет тому назад египтяне, египетские жрецы, конечно, знали о логарифме. Вот линейная шкала, а вот логарифмическая. Стрелками показано, как при перерисовке художник пока шедится в изображении логарифмической шкалы. Но в целом это явно логарифмическая шкала. Пошли дальше. Теперь нам предстояло следующее. Египтян были записи иероглифические. Мы сейчас ко времени идем теперь. Логарифм мы уже узнали. Теперь идем ко времени. Рен — это имя, а Пит — это год. Вот смотрите, вот куда попал этот П. И другое обобщенное изображение. Рен, Пит. Вот это черточка. Вот здесь год. Так они смогли иероглифами передать, что год, вот Рен, Пит, вот он. Это вершина пирамиды Верхнего мира. Пошли дальше. Теперь дальше. Они, египтяне, пользовались периодами исчислялись. 10-18 степени годов в земном летоисчислении. Спрашиваются какие-то совершенно невероятные цифры. Минимальная цифра, которая мне известна. 1,16 секунды. Века глазом мигает со скоростью 1,16 секунды. А в арийских ведах каждая известна. Минимальная величина — 1,3 миллионная доля секунды. Спрашиваются этим древним, мудреным, темным людям, зачем были такие цифры. Значит, они должны были что-то ими описывать. Вот теперь мы попробуем узнать, что они описывали. Вот этот миллион лет, видите? Это хех, а тут это как бы не имеет значения. Вот как записывает. Он поднял ручки и говорит, ой, как много. А вот это обобщенный иероглиф, вот это обобщенный, означающий то же самое. Вот мы обратим внимание, что вот этот кружочек египтянин, все, что египтологи, что круглое, называется солнцем. Это неправильно. Это просто иероглиф. Причем ключевой момент, где он пересекает вот эту позицию. Здесь, в данном случае, на седьмом уровне А стрелка показана, попадает на горло. А вот эти руки ничем не аспектированы, они просто подняты вверх. Теперь дальше, смотрите, значит, что мы нашли? Мы нашли единицу и десять седьмой. То есть, седьмой уровень. И выясняется, что, оказывается, было у них такое правило. Что на уровне, по уровню, время идет там, номер уровня, десять степени номер уровня, минус единица. Значит, если седьмой уровень, минус единица, шестой, десять шестой, миллион лет. Пошли дальше. Я опускаю все эти долгие поиски. Я говорил, что на сайте там выложено подробное описание. Вот итог, что мы получили. Распределение длительности времени по уровню матрицы мироздания. В верхнем мире. Ну, промежуточные, потому что там это особо, сказать, а с 20 уровня у египтян начинался верхнего мира. Нижний Египет. Вот пятнадцатый уровень. Идем вверх. Значит, дальше. Десять, пятнадцать, минус единицы. Четырнадцатый. Десять, четырнадцатый. Вот они, оказывается. Какие времена описывали. Ну, тут десять четвертый. Пошли дальше. Понятно. Значит, до восемнадцатого мы не дошли. Но, аппроксимируя, мы можем сказать, что, допустим, на двадцатом уровне время по правилам египтян составляло десять, двадцать минус единица, десять в девятнадцатой степени. Что это такое, я вот даже представить себе не могу. Теперь нижний мир. Там тоже время описывалось. Значит, вот Абт-Ра. Это Ра, иерогов переводится. Вот опять это место ключевое. Значит, вот здесь, вот на третьем уровне месяц. Это вот в пирамиде Нижнего Мира. Пошли дальше. Так мы получили, значит, предыдущую базовую точку на третьем уровне. Теперь мы Хру-Ра. Хру-Хру-Хру-Ра. Это день. Вот он, день на девятом уровне. Пошли дальше. Опускаем все эти детали и выясняем, что оказывается. Или такая же линейная зависимость в нижнем уровне. Здесь уровни расположены вплоть до тридцать шестого уровня. Потому что пирамида Нижнего Мира ограничивается тридцать шести уровнями. По ведам, там под Вишну причинный океан Гар-Ходака. Выясняется, что вот эти маленькие величины. А здесь время в годах. Вот, например, день. Это единицы разделить год на триста шестьдесят. У египтян триста шестьдесят. На триста шестьдесят пять будет ноль, ноль, двадцать семь, двести семь четыре года. Пошли дальше. Теперь возникает вопрос. Вот эти знания были еще кому-то известны? Потому что при работе с этой, при исследованиях, при проведении исследований, рабочая гипотеза была такая, что единый Господь разным народам в разные времена давал одни и те же знания о себе и мироздании, но в разном обличии. Но если вдруг на полях появились вот такие рисунки и нарисовали это инопланетяне, неважно, назовем их инопланетяне. Вы посмотрите, они изобразили здесь, здесь изобразили тот же самый Петрактис. Это один уровень, это два, это три, это четыре, семиуровневую пирамиду. А здесь изображен куб, который держал правон в Симитих в шестисотом году до нашей эры. Значит, смысл, чего они оставляют на полях? Во-первых, это огромное поле, там сотни метров может занимать, прекрасное полотно. Второе, оно под приглядом фермеров. Значит, как только нарисовали, фермеры обязательно об этом кому-то сообщат. И третье, вот это зачем изображать? А это означает, что следующее, они говорят нам, мы это знаем, и вы это знаете, или можете узнать. Пошли дальше. Вот, пожалуйста, они изобразили пирамиду. Мы ведь знаем, что важным символом является четырехгранная пирамида, не трехгранная, а именно четырехгранная. Мы это знаем, и вы. Такие же пирамиды в Гизе. Но есть еще один нюанс. В Гизе они более пологие, и такая матрица называется статической. Кстати, на Востоке она тоже известна, вот эта матрица мироздания. А это динамическая матрица, она поострее угол. В математике такая матрица, вот то, что с точками, она называется треангулярная матрица. На математике все уже успели назвать. Дальше, пожалуй. Вот, что удалось узнать. Вместе с ведами полная картина мироздания. Значит, вот здесь, вот, с двадцатого уровня египтские жрецы считали, что вот тут верхняя Египет, а тут нижняя Египет. Прямо причем со ста восьмого уровня. Значит, веды говорят о том, что одна четверть энергии Говинды создает материальный мир. Одна четверть, тридцать шесть уровней. А вторая, вот это вот место перехода, она двумя аттракциями показана. А вторая часть, три раза больше. Тридцать шесть натрия будет сто восемь. Итого, если мы сложим, это все, все. Вот тут уже духовный мир. Выше, тут, к сожалению, не двадцатого, тут еще нет. Вот с этого уровня идет духовный мир. Мириады духовных планет. Мириады духовных существ. Здесь, в Нижнем мире, очень мало, у нас тут мало очень воплотилось. И мы все духовные существа. Без исключения. Даже в православном патихизисе, я такой нашел, написано, что отцы церкви, рассуждая о духовной жизни человека, понимают, что человек – это дух, живущий в душе. А душа живет в теле. Ну, неважно. В принципе, правильно. Дух разговаривает с Богом. Так вот, вот отсюда, с сорокового уровня и выше, это духовный мир с духовными планетами. Там нет болезней, там вот этого абсурда материального мира нет. А это переходный мир. По египтским представлениям, вот это вот Нижний Египет, вот это Верхний Египет, а здесь, по иповедам, творение Брахмы, которое нас создал фактически из своего тела. Мы живем в теле Брахмы, поведом. Я взял, я взял. Значит так, 36, в Нижнем мире 36, три раза 108, и сложить 144. Это каким-то образом корреспондирует с тем, о чем говорится в Библии, спасутся только 144 тысячи. Ну, ли, могли бы, прикидить, когда чего-то так. Пошли дальше. Что? Что? Вот я вам, я не могу все рассказать. Зайдите, пожалуйста, на сайт. Посмотрите, религии, христианство, иудаизм. Там все это выложено. А вот это, вот это вот, я не смогу просто все рассказать. Это макина. Вот наш космонавт сделал снимок. Вот это Красное море. А вот тут течение Нила. Вот здесь, в области верхних порогов, или Фантина, там остров, здесь располагалась граница верхнего мира. То есть верхнего, верхнего Египта. А дальше шло, и там, вот там, где-то был Нижний Египт. Дальше, пожалуйста. Значит так. Вот, да вот, кстати, скандинавские верования. В авторстве, да, все алфавиты всех времен народов, которые нам известны, сделаны по закону матрица мироздания. Я специально выложил 15 алфавитов, включая иврит, греческий, тибетский, и показал, как это строится. Славянская буквица, азбука, это все в авторских статьях на сайте. И, кстати, вот алфавит футар. Вот тут пространство Одина. Он же Брахма, поведен. Он же Зевс, греческий бог. Вот здесь все пространства расположены. Это и город Асгард, который Один создал. Это радуга, которая отделяет Асгард, мир богов, вот тут Волгала. Вот она, Волгала или Вальхала. А вот тут мир людей, там, где мы расположены. Называется Мидгард. И вот мы теперь узнали, что есть, оказывается, верхний Египет, верхний мир, духовный мир. Спрашивают, а что нам дают вот эти знания о времени по уровням? То есть мы теперь знаем, как время располагается по уровням. Здесь я вынужден буду прочесть, потому что по-другому не получится. Вот такая история. Пример. История исчезновения в Москве, в районе Коломенского оврага, в документах полицейского управления Московской губернии XIX века. Отмечается случай загадочного исчезновения жителей в соседних селах. Двое крестьян деревни, садовники, Архип Кузьмина и Иван Бочкарев, без вести пропавшие еще в 1810 году, вдруг появились. В 1831-й. Они рассказали, что возвращались ночью домой из соседней деревни и решили пройти голосовой овраг, хотя это место считалось нечистым. На дне долины клубился густой туман, в котором вдруг возник какой-то коридор, залитый белесоватым светом. Крестьяне пошли туда и встретили заросших шерстью людей, которые знаками пытались указать им обратную дорогу. Тем не менее, крестьяне продолжили путь, и придя в деревню, увидели своих жен и детей, постаревшими на 20 лет. В дело вмешалась полиция. По настоянию исследователи во овраге провели эксперимент, в ходе которого один из крестьян снова исчез в тумане и назад уже не вернулся. Другой, увидев, что все это, впал в уныние и впоследствии покончил с собой. Этот случай описан в газете «Московские ведомости». Ну и продолжали там люди. Что же произошло? Вот что же произошло? В принципе, явление мы можем на этом рисунке показать. Значит, они шли из деревни в деревню, в мире людей. Появился, пока непонятно. «Туман» — это вообще очень специфическая вещь. Даже киношники взяли вот это, мы из будущего фильм сняли, как они в туман там входят и появляются там во Второй мировой войне. Значит, они каким-то образом переместились. Ну, можно дать интерпретацию, что у них сместилась точка сборки, как говорили толпы. И они прям, хоп, и попали на какой-то уровень. Вот линейное время для них осталось точно таким же. Куда бы вы ни попали, линейное время для вас будет и таким же. А вот относительное вот здесь. Оно будет меняться там. Тут прошло, прошло сколько там? 21 год. Можно вернуть картину назад? Где еще? Вот, представьте себе, в Ведах известна такая история. Праведный царь, живущий вот здесь, в Нижнем мире, решил обратиться к Брахме и пошел к нему задать вопрос. Но там шла служба. И царь присел и слушал эту службу. А потом служба прошла, он задал вопрос, Брахмин поклонился. И говорит, а теперь я пойду домой. Ну, что ты делаешь? Там уже эпохи прошли целые. Вот этот аналогичный эффект, описанный в Ведах. Осталось? Вопрос, что нет, а я, собственно, уже закончил. Все, благодарю за внимание. Если есть вопросы, пожалуйста. Главное, я уважил свое время. Я вам такую махину рассказал. Супер уложился. Благодарю вас за внимание, потому что это было, может быть, непросто. Я очень бы хотел, чтобы мне удалось донести самые основные вопросы. Я надеюсь, что мы услышим Сергея Драмаиловича еще не раз на чтении. Следующее выступление Светлана... Книжки продаются вот здесь. Светлана Михайловна Миносян, кандидат технических наук. Говорят проекта «Персона России» 2008 года по разделу «Медицина». Член Евразийского союза и гильдии народной медицины, целителей и прикладных психологов. Вот у нас сейчас все так с Богом связано. «Трудно быть Богом, если ты человек. Трудно быть человеком, если ты Бог». Включите, пожалуйста, первый титульный листочек. Да, так слышно? Да, я буду мало туда обращаться. Буду к вам обращаться. Нет, не нужно. Ну, здесь у меня такой титульный листочек моего доклада, где, как вот сказали, сказано, кто я, и кем я являюсь, и кем хочу быть, и продолжать свою деятельность, начиная ее давно в этом направлении, уже лет 30, и хочу продолжить, как мне удастся в этой жизни. Здесь есть некоторые важные моменты, которые я вынесла тоже на этот титульный листочек. Перед Винем, чтобы о полезном посмотреть. Разные тексты своих докладов, своих выступлений, везде, где мне это удается, я все время выношу какие-то идеи, мысли великих людей, философов, ученых. Но здесь я подошла, с одной стороны, обратилась к Библии, слова из Библии, я потом еще поясню. Но не следующее, это то, что относится к нам в жизни, что вы должны уметь делать каждый человек, стремящийся к совершенству. Он должен стать... Все люди, особенно духовные и развитые, имеют медиумические способности, но отнюдь не все медиумы являются духовно развитыми людьми. Ну и следующее, каждый человек, стремящийся к совершенству, должен стать, во-первых, врачом, знающим, излечивающим свое тело, во-вторых, специалистом по языку, следящим за своей речью, а в третьем, философом, очищающим свое сознание и постигающим абсолютную истину. Ну, теперь я продолжу свои доклады и немножко буду говорить о себе, потому что я очень рада, что на этой встрече, на этой конференции наконец-то поговорили о человеке, о его возможностях, о его возможном совершенстве и постижении им истины. Я сейчас не одинока, но я хочу всегда, я сама как бы человек от науки, работала в Академии наук, у меня была тоже своя тематика, специальность, но занимаясь фундаментальной наукой, я была все-таки прикладником, поэтому по жизни я всегда стараюсь понять это на практике, пробовать, и потом все это опять сравнить и все решить, как это есть на самом деле. Поэтому я всегда обращаюсь к умным людям, к философам. И вот нельзя, ну, как бы строить свои какие-то невероятные выводы, не опираясь на все, что есть здесь сейчас в мире. Я благодарна всем вам, которые вы тоже чего-то достигли, знаете много, но я никак не хочу никого критиковать, только хочу, чтобы критиковали меня всегда. Плохо, что здесь нельзя высказать вот эту критику конкретно, но хочу сказать, что мы многого не знаем, многого не понимаем, и я таковая же была. Но я рада, что я иду потихоньку к тому, чтобы познать эту истину. И эти маленькие шажки, я считаю, что они для меня тоже важны и важны для людей. Потому что я не скрываю своих знаний, я хочу их передать людям в простой форме, более-менее показывающей на практике, то есть практика и философия. И что я вам хочу сказать. Человек, мы говорили, что это энергетическая сущность, энергетическое существо. Но энергии надо, конечно, разделять, подразделять, и говорить о том, что какие-то есть высокие энергии, высокие материи. То человек, да, энергетическая сущность. С одной стороны, он создан для того, чтобы себя обеспечивать, жить, существовать, питаться и так далее. А с другой стороны, есть другая энергия, о которой тоже уже сегодня говорили. Что вот эта энергия является та, которая нас объединяет, связует и связывает все наши ипостаси. Как мы живем, все наши, и материальную нашу сторону, и духовную сторону. Мы не можем себя разделить. И вот эта энергия, о которой говорили, это есть как будто энергоинформационное пространство. Его называют биологическим поле сознания, сознанием любви, сознанием. И вот такой энергии, которая нам помогает узнать себя и использовать на практике свои возможности. Поэтому у меня задача научить человека воспользоваться этими знаниями. Потому что книг, каких-то писаний специальных нет. И даже ни Библии, ни наши светские книги не говорят о том, что есть мы на самом деле. А есть на самом деле мы божественные сущности. Потому что мы являемся частицей того энергоинформационного пространства или божественные энергии, которые, как говорится, окружают нас. Она окружает нас, она везде. Она не где-то в космосе, она не где-то далеко. Она всегда вокруг нас. И мы должны только стараться какими-то способами проникнуть в это пространство. Многие сейчас тоже поговорили, выступающие, что это очень тяжело и трудно. Для меня это не представляет никакой трудностью. Потому что я делаю это с одним вдохом, и я уже там. А выдохом я уже растворяюсь. Поэтому я учу людей, чтобы они входили в это пространство моментально, спокойно. И только тогда мы можем говорить о том, что будет нам Божья помощь, как мы привыкли это говорить. И будет для нас счастье, радость и здоровье. А здоровье для нас пока что, живущих здесь на земле, не летающих высоко, здоровье для нас важное. Поэтому я всегда говорю, почему я обучаю людей? Для того, чтобы они не пили таблеток, не ходили к врачам, были здоровы, счастливы и могли творить добро везде, на всех направлениях. Но, конечно, я вот вижу, что на этих выступлениях зигелевских нас волнуют всякие вот эти эфемерные вещи, и бермудские треугольники, и прочее. Об этом тоже писали все люди. И они тоже знали и хотели узнать, что же происходит на самом деле здесь вокруг нас, на земле и в космосе. Но это происходит с человеком иногда так, что вы даже не замечаете, как вы туда проникаете, в это пространство. И вам это приходит помощь. Вы приходите в церковь, молитесь. С другой стороны, нам предлагают помедитировать под музыку, без музыки. У меня разные есть медитативные способы с музыкой, без музыки, с открытыми глазами, с закрытыми глазами. Потому что это уже моментальное проникновение в эту энергию. И еще что хочу сказать. Что раз мы являемся носителями такой энергии, то мы не можем себя никогда разделять именно с божественной сущностью. И если мы ищем где-то далеко, высоко, или здесь на земле в каких-то коллайдерах вот эту божественную частицу, то ищите ее здесь на земле у себя. И это именно покажет, что вы можете тогда делать все. Тогда вы можете управлять не только своим здоровьем, управлять своим сознанием, своей мыслью и управлять даже окружающей средой. Поэтому я говорю, что я постепенно, но как-то, может быть и медленно, с другой стороны, происходит это все быстро и спонтанно. Меня тянет к каким-то там открытиям людским, которые были в книгах. Поэтому я всегда говорю, читать книги, смотреть, слушать и музыку, и все. Это все способствует тому, чтобы человек понимал свою сущность. И я всегда говорю, слушайте музыку, работайте. У меня было 20 минут, что уже прошло? Вот видите, как все происходит. Но, видите, жизнь это один момент. Еще не буду ничего говорить. Я не делаю рекламу, я вас приглашаю к себе. Могу раздать вам визитки. Приходите ко мне на занятия. На личные, на частные, на всякие, где я провожу. Я делаю все бесплатно. Если только... И мне предоставляют практически везде бесплатные места, где мне привезти занятия. Случайно это и не случайно. Но я говорю, приходите ко мне. И вы узнаете многое. И вы узнаете, кто такой человек. И что он своими способностями, но изначально, зная вот эту всю духовность, и не отвергая ее, и применяя ее на каждый шаг, каждый миг, он может сделать, соединить с физической жизнью, с физической своей активностью, с правильным дыханием, с правильным питанием, отвлекаясь от всяких вредных привычек, которые нам тоже не нужно здесь иметь. Потому что все вот эти иллюзии и привычки нам остались от тех времен, когда мы существовали в раю. Нам хочется что-то хорошего и красивого. Когда мы попадаем в новую среду, мы хотим, наоборот, вернуться сюда. И наша жизнь означает, что мы должны быстро сделать и изменить за это время все, что можно. Это блистательный миг, его нельзя пропустить. И скажу только одну мысль, которую вы тоже можете знаете, но всегда упускаете. Несмотря на то, что мы все разного возраста, мы все одинаковые. Почему? Если человеку 10, 20 и 100 лет, и если он 9 месяцев провел в утробе матери и совершил весь эволюционный путь, только вот это говорит о том, что если тысячелетие, это означает 1000 плюс 10, плюс 20, и 1070, это не имеет никакого значения. Понимаете, какая разница? Но еще хочу сказать, из-за того, что мы мало это все себе активизируем в своем мозгу, мы пропускаем тот момент, что мы мало задействуем свой мозг, 5-7 процентов, были бы мы какие-нибудь ученые или еще, мы мало очень уделяем этому времени. И наши полушане работают неравномерно. И мы тогда отходим от того состояния, которое называется божественные сущности. Спасибо, извините, ради бога. Прошу, что не останавливает, хотя могу говорить, что не стану. Уважаемые коллеги, я прошу Тимура Афкадыча-Тимирбулатова подняться на трибуну. Он доктор экономических наук, кандидат военных наук, академик, академии геополитических проблем, действительный член Российской Академии Естественных Наук и Европейской Академии Естественных Наук Ганновель. Президент группы компании «Контик» и главный благотворитель зигеревских чтений. Кстати говоря, его книжки, которые в прошлый раз, ну просто нарасхват шли, вот они еще там чуть-чуть осталось, трехтомник такой, автор Монтерей, это вот и есть Тимур Афкадыч. Зарекомендую обратить на них внимание. Сегодня Тимур Афкадыч как бы продолжит свое успешное, скажите, супер-успешное выступление в прошлый раз, и тема его выступления называется так «Фотон – частица Бога» за знакомым вопросом. «Спасибо большое. Если позволите маленькую перестановку сделаю, чтобы всем было слышно, всем было видно и понятно. – Спасибо большое, Александр Евгеньевич, за столь длительное представление. Добрый день, дорогие дамы и господа. На прошлых чтениях, которые прошли в ноябре 2015 года, мы попробовали представить свое видение атома, представить свое видение протонов, электронов, позитронов, нейтронов. И сегодня хотелось бы поговорить еще об одном ярком и уникальном представителе микромира. Сегодня хочется поговорить о фотоне. Почему о фотоне? Ну, потому что фотон – это и свет, фотон – это тепло, фотон – это вкус и запах, фотон – это цвет, фотон – это информация. Это все, все это, это неразрывно связано с фотоном. Более того, жизнь растений, животных, человека – невозможна без этой удивительной частицы. Считается, что во Вселенной около 20 миллиардов фотонов приходится на каждый протон или нейтрон. Это фантастически огромная цифра. Но что мы знаем об этой самой распространенной частице в окружающем нас мире? Мнений очень много. Одни ученые считают, что фотон движется со скоростью света, примерно равной 300 тысяч километров в секунду. Другие считают, что есть во Вселенной частицы, и даже у нас здесь, на нашей планете, которые движутся со скоростью больше, чем 300 тысяч километров в секунду. Одни считают, что фотон электрически нейтрален. Другие считают, что фотон имеет электрический заряд. Одни считают, что фотон – это безмассовая частица, и масса фотонов в покое равна нулю. Другие считают, что фотон имеет массу. И есть различные видения этого всего. Фотон – это частица. Одни считают, что фотон – это частица, а другие считают, что фотон – это волна. И действительно, к примеру, при фотоэффекте фотон ведет себя как частица. А при прохождении через стеклянную призму или через отверстие в преграде фотон демонстрирует свои яркие волновые свойства. Жаркие споры по этому вопросу не утекали до тех пор, пока французский ученый Дебройль не предложил компромиссное решение. В основе этого решения лежит корпускулярно-волновой дуализм, утверждающий – фотоны обладают и свойствами частицы, и свойствами волны. Страсти по фотону несколько улеглись, но, к сожалению, решение Дебройля не стало ответом на этот вопрос. Так как корпускулярно-волновой дуализм – это, по сути, лишь временная договоренность, основанная на абсолютном бессиле ученых, решить эту крайне важную проблему. Исходя из этого, мы сформулировали первый вопрос, связанный с фотоном. Фотон – это волна или частица? А может быть и то, и другое? А может быть и не то, и не другое? Далее. В современной физике фотон – это элементарная частица, представляющая собой квант света. Свет – это электромагнитное излучение. И фотон принято считать переносчиком света. Вместе с тем, кроме света, существуют и другие виды электромагнитного излучения. Это и гамма-излучение, рентгеновское излучение, это ультрафиолетовое излучение, радиоизлучение. Радиоизлучение. И все они отличаются друг от друга волной, частотой и энергией, которые несут. Все они здесь представлены на слайде. Каждый вид электромагнитного излучения имеет свои особенности. Например, гамма-излучение и рентгеновское излучение преодолевают преграды. А ультрафиолетовое, инфракрасное излучение и видимый свет, имея большую длину волны, но меньшую энергию, нет, не преодолевают. Вместе с тем, радиоволновое излучение имеет еще большую длину волны и еще меньшую энергию, но преодолевает и толщу воды, и бестонные стены. Переносчиком всех видов электромагнитного излучения является фотон. Он, по мнению ученых, един для всех. Но ведь каждый вид излучения характеризуется разной длиной волны, разной энергией, разной частотой колебаний. Значит, разными фотонами. Казалось бы, каждому виду электромагнитных волн должен соответствовать вполне определенный вид фотонов. Но фотон в современной физике, к сожалению, пока только один. И получается научный парадокс. Излучения разные, их свойства тоже разные, А фотон, который переносит эти излучения, единый. Ситуация подобна применению общего понятия автомобиль для различных его марок. Но марки автомобилей, например, Аудио, Мерседеса, Вольво или Лады, все они подходят под понятие автомобиля. Но все они имеют разную стоимость, разные технические характеристики, они разные по виду. Здесь возникает сразу два вопроса. Все ли фотоны одинаковые? Или существуют разновидности фотонов? Второй. Третий вопрос. Почему фотоны одного вида излучения преодолевают преграды, а других видов излучения не преодолевают? Четвертое. Существует мнение, что фотон – это мельчайшая беструктурная частица во Вселенной. Наука пока еще не смогла определить что-либо, что было бы меньше фотонов. Но так ли это? Ведь в свое время и атом считался неделимым и считался самой мельчайшей частицей в окружающем нас мире. Поэтому логичен и четвертый вопрос. Является ли фотон мельчайшей и беструктурной частицей? Или он состоит из еще более мелких, других более мелких образований? Наконец, пятое. Считается, что масса покоя фотона равна нулю. А в движении у него появляется и масса, и энергия. Но тогда возникает и вопрос пятый. Фотон – это материальная частица или нет? Если да, то куда пропадает его масса в состоянии покоя? А если он нематериален, то почему фиксируется его вполне материальное взаимодействие с окружающим нас миром? Итак, перед нами пять вопросов, связанных с фотоном. И они на сегодняшний день не имеют своих четких ответов. За каждым из них стоят свои проблемы. И эти проблемы, которые мы именно сегодня постараемся рассмотреть. В работах дыхания Вселенной, глубины Вселенной и силы Вселенной мы через призму этих книг, о которых говорил Александр Евгеньевич, через призму устройства и функционирования Вселенной достаточно глубоко рассмотрели все эти вопросы. Мы проследили весь путь формирования фотонов от возникновения фундаментальных частиц, мы их назвали эфирные вихревые сгустки, до галактик и до их скопления. Смею надеяться, что у нас получилась вполне логичная и системно обустроенная картина мира. Поэтому предположение о строении фотона стало логическим шагом в системе знаний о нашей Вселенной. Фотон предстал перед нами не как частица и не как волна, а как вращающаяся конуснообразная пружинка с расширяющимся началом и сужающимся концом. Такая пружинная конструкция фотона позволяет ответить практически на все вопросы, возникающие при изучении явлений природы и результатов экспериментов. К примеру, в ответ на мнение некоторых ученых, что любой вид излучения переносится неким универсальным видом фотона, который одинаково успешно проявляет себя во всех видах излучения, полагаю, что было бы правильным, если каждому виду излучения определить свою разновидность фотона. К сожалению, такой градации пока в современной науке не имеется. Но это не только легко, но и крайне необходимо исправить. Поэтому будет логично, если в качестве переносчиков гамма-излучения мы предложим фотоны гамма-излучения, рентгеновское излучение, фотоны рентгеновского излучения и так далее. Все виды фотонов будут отличаться друг от друга расстоянием между витками пружинок, их диаметром, скоростью вращения, то есть это частота колебаний, и энергией, которую они переносят. Фотоны гамма-излучения и рентгеновского излучения представляют собой сжатую пружинку и с минимальными размерами и с концентрированной энергией в этом маленьком объеме. Поэтому они проявляют свойство частицы и легко преодолевают препятствия, продвигаясь между молекулами и атомными веществами. Фотоны ультрафиолетового излучения, видимого излучения, инфракрасного излучения это та же пружинка, только несколько растянутая, несколько большая по диаметру. Энергия в этих фотонах осталась прежней, но она перераспределилась по более вытянутому телу фотона. Увеличение длины фотона позволяет ему проявлять некие свойства волны. Поэтому в видимом свете мы и видим, что фотон эти свойства как раз таки и демонстрирует. Однако увеличение диаметра фотона не позволяет ему проникать между атомными и молекулами вещества. Фотоны микроволнового излучения и радиоизлучения представляют собой еще более растянутую конструкцию. Длина радиоволн может достигать нескольких километров. Но странно, что они имеют самую небольшую энергию, но они легко проникают сквозь преграды, как бы вкручиваясь в вещество и обходя молекулы и атомы вещества. Во Вселенной все виды фотонов постепенно преобразуются из фотонов гамма-излучения. При движении в пространстве уменьшается скорость их вращения, и они последовательно преобразуются в фотоны рентгеновского излучения, ультрафиолетового излучения, видимого излучения, инфракрасного и так далее. И фотоны радиоизлучения. Поэтому в обычный телескоп мы можем и не видеть отдельных звезд на небосводе, но с помощью радиотелескопа мы легко определим их местоположение. В работе глубины Вселенной мы детально рассмотрели строение фотонов и процессы их формирования и функционирования. Нам стало понятно, что фотоны состоят из кольцеобразных энергетических фракций различного диаметра, которые соединены между собой. Фракции формируются из фундаментальных частиц. Мы их назвали эфирные вихревые сгустки, которые представляют собой эфирные плотности. Эти эфирные плотности вполне материальны. Как материален эфир, как материален и весь наш окружающий нас мир. Эфирные плотности определяют показатели массы эфирных вихревых сгустков. Масса сгустков составляет массу фракций, а они массу фотона. И неважно, в движении находится фотон или же в покое. Поэтому фотон вполне материален и имеет свою вполне определенную массу и в покое, и в движении. Должен сказать, что мы уже получили неоднократное, прямое подтверждение нашего представления о строении фотонов и его составе в ходе экспериментов в различных лабораториях. Надеюсь, что в скором будущем мы опубликуем все результаты. И, кстати, они дадут огромную пищу для размышлений тех ученых, которые говорят о торсионных полях и прочих. Потому что там это все станет совершенно ясным, понятным и простым. Как прост весь наш мир. Итак, мы имеем ответы на ряд вопросов о фотоне. Фотон, будьте добры, в следующий раз. В нашем понимании это не частица и не волна. Фотон подобен кунусообразной пружинке, которая в различных условиях может сжиматься до размеров частиц или же растягиваться, проявляя свойства волны. Второе. Фотоны имеют разновидности. И каждому излучению соответствуют свои виды фотонов. Поэтому есть фотоны рентгеновского излучения, гамма-излучения и так далее. Фотоны не являются мельчайшей частицей, а состоят из эфирных сгустков, которые являются реальными. Можно их назвать по-разному. Меры и прочее. Мы назвали так. Которые являются реальными, единственными, фундаментальными частицами во Вселенной. Мы так полагаем. И, наконец, фотон имеет массу, и фотон вполне материален. Понимаю, что это несколько неожиданная и непривычная трактовка фотона. Однако я скажу не из общепринятых правил и постулатов, а из логики, которая исходит из понимания процессов, существующих во Вселенной, и из законов устройства мира, которые являются ключом от двери ведущей к вести. И прежде чем закончить свое выступление, я сегодня так, коротко достаточно, меня уже предупредили за прошлое выступление, за эти 47 минут, которые, да, я здесь задерживал ваше внимание. Прежде чем закончить свое выступление, хотелось бы заметить, что в 2013 году были вручены Нобелевские премии по физике Питеру Хиггсу и Фурсуа Энглеру, которые в 1964 году... Что-то непонятно? Независимо друг от друга предположили существование в природе еще одной частицы, нейтрального бозона. Этот бозон с легкой руки Нобелевского лауреата Лидермана был назван частицей Бога. То есть той первоосновы, которая... Того первого кирпичика, из которого был сконструирован весь наш окружающий мир. В 2012 году, проводя эксперименты по сталкиванию на больших скоростях пучков протонов, два опять же независимых научных сообщества, опять же практически одновременно, проанонсировали обнужение частицы, параметры которой совпадали между собой и соответствовали значениям, предсказанным и Хиггсом, и Энглером. В качестве такой частицы выступал зарегистрированный в ходе экспериментов нейтральный бозон, время жизни которого было примерно 10 в минус 22 степени секунды. А масса более чем в 100 раз превышала массу протона. Этой частице приписывали возможность сообщать массу всему тому материальному, что есть в этом мире. Более того, предполагалось, что эта частица является прямым свидетельством наличия некого гипотетического поля, проходя через которое частицы приобретают вес. Вот такое вот волшебное открытие. Однако всеобщая эйфория от этого открытия длилась недолго. Наверное, ровно столько, сколько понадобилось для утверждения научного бюджета для новых исследований частиц во Вселенной. После этого появились вопросы, которые и не могли не появиться. Действительно, если бозон Хиггса реально является частицей Бога, то почему его жизнь столь скотечна? Понимание Бога у нас всегда связывалось с вечностью. Но если вечен Бог, то и любая его частица, наверное, тоже должна быть вечной. Это было бы и логично, и понятно. Но жизнь бозона длительностью в доли секунды, двадцатью двумя нулями после запятой, не очень повяжется с вечностью. Более того, если уж и говорить о частице Бога, то необходимо четко понимать, что она должна находиться во всем, что нас окружает, и представлять собой самостоятельную, долгоживущую, минимально возможную объемную сущность, составляющую все частицы нашего мира. Из этих божественных частиц постепенно, шагом, должен был бы строиться наш мир. Из них должны бы состоять и частицы, и частицы, атомы, из атома, звезды, галактики, вся Вселенная. Однако мы уже видели, что масса бозона Хиггса значительно превосходит даже массу протона. Но как же из большого можно построить малое? Как уместить слона в мышинной норке? Да никак. Вся эта тема, честно признаться, не очень прозрачна и обоснована. Поэтому бозон Хиггса, по ему глубокому убеждению, по частицу Бога не очень-то и подходит. Другое дело, фотон. Эта замечательная частица полностью преобразила жизнь человека на планете. Благодаря фотонам различных излучений мы можем видеть окружающий нас мир, наслаждаться солнечным светом и его теплом, слушать музыку, смотреть телевизионные новости, диагностировать, лечить, проверять и дефектовать металлы, заглядывать в космос, проникать вглубь вещества, общаться по телефону на расстоянии. Жизнь без фотонов была бы немыслимой. Они не просто часть нашей жизни, они наша жизнь. Фотон, по сути, главный инструмент общения человека с окружающим его миром. Только они позволяют нам окунуться в окружающий наш мир и при помощи зрения, обоняния, осязания и вкуса понять его и восхититься его красотой и многокрасочностью. Все это благодаря им, фотонам. И еще. Наверное, главное. Только фотоны несут свет. А по всем революционным канонам Бог и породил этот свет. Более того, Бог и есть свет. Но как здесь пройти мимо искушений и назвать фотон реальной частицей Бога? Фотон и только фотон может претендовать на это высочайшее звание. Фотон — это свет, фотон — это тепло, фотон — это все буйство красок мира. Фотон — это благоуханные запахи и тонкие вкусы. Жизнь без фотонов не бывает. А если и бывает, то кому она нужна, такая жизнь? Без света и тепла, без вкуса и запаха. Да никому. Поэтому, если уж и говорить о частице Бога, то можно говорить только о фотоне. Об этом удивительном подарке, переданном высшими силами. Но и то только аллегорическим. Потому что у Бога не может быть частиц. Бог един и целостен. И его нельзя разделить ни на какие частицы. Даже под давлением солидного научного бюджета. Спасибо большое. Просто нет слов, честно говоря. Тимур говорит, спасибо огромное. Давайте еще поаплодируем. Уважаемые коллеги, как я сказал, дефицит времени немножко настаёт. Десять минут перерыв. Вот почему официальные бумаги чтение нельзя называть, знаете? Вот была такая инициатива, ну, так как потом выяснилось, это просто обман один, да? Как это скамеечные чтения. То есть вот люди в парках собирались на лавочках читать, вот, ну, книжки. Оказывается, что-то можно было бы организовать, понимаете, и деньги с этого иметь. И вот это чтение, 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 там, чтение. Вот пошли эти чтения. Я имею в виду юридические бумаги какие-то пошли. Потому что всё это жульничество. Ну, и вот когда, так сказать, соответствующее муниципальное образование культуры района узнало, что у нас тоже чтение, причём зигелевские какие-то, не лавочные, не скамеечные, а зигелевские. Убрать из официальных документов. Убрать. Поэтому появилось очень быстро название. Естествознание и геополитика. Но чем я, честно говоря, был потом доволен? То, что мы занимаемся именно этим, вообще-то говоря, начал это с вами Феликс Юрьевич. А занятие у нас с вами вот такое. Всё, последний, так сказать, рывок. Я представляю слово Александру Викторовичу Мусалову, профессору Академии геополитических проблем, заместителю-председателя Воронежского комитета по изучению аномальных явлений. Это реально работающие подразделения, так сказать, энтузиастов. В Воронеже я имею в виду, совершенно конкретными прикладными результатами. Доклад называется «Фрактальные пирамиды и их особенности». Добрый день, уважаемые единомышленники. Я рад участвовать в столь представительном совещании, так скажем. Это вдвойне мне приятно, потому что я работал с Феликс Юрьевичем в 70-х годах прошлого века. Я уже начинал как обычный полевой уфолог, и в процессе исследований мне посчастливилось и довелось заниматься биолокацией. То есть освоить рамку, маятник, тензор, изучать места посадок. Ну, это был в то время практически единственный инструмент исследовательский. Уже позже появились там, значит, какие-то приборы. И вот как результат, значит, знания вот этой методики у меня получилось так, что в ходе своей трудовой деятельности я принимал участие в бизнесе авторемонта. И вот в этот период вывелся очень интересные детали. Одни и те же автомобили, уже один раз битые, они где-то через 2-3 месяца опять приходили на ремонт. Вот тут я решил использовать методику биолокации, посмотреть, что же происходит с автомобилем после аварии. Пошел в автосалон, посмотрел новую свежую машину, как только что, значит, представленную на продажу. Казалось, что у машины тоже есть поле. Но оно есть у каждого материального объекта. И у атома, и у автомобиля, и у человека, и у вселенной. Это поле, оно имеет форму, значит, яйца, достаточно вытянутого, эллиптического. У машины, так скажем, свежее, оно не деформировано. Достаточно правильная геометрическая форма. А вот уже после аварии происходит его резкая деформация. Оно уменьшается в размерах и принимает такую достаточно хаотическую форму. Так вот, что выяснилось? Что же происходит после аварии, почему машина опять бьется? То есть тот, кто водит автомобиль, наверное, представляет себе, чувствует дистанцию. Когда идешь в автомобиль, рядом чувствуешь машину, что больше уже нельзя руль поворачивать, потому что зацепишь ее. Это биополе человека контактирует вот с этим энергетическим полем автомобиля, чувствует его и держит дистанцию. Так вот, когда машина бьется, поле машины уменьшается, и чувство дистанции, естественно, пропадает. Машину опять начинает бить. Возник вопрос, как же исправить не только корпус, там, где шестянечки работают, значит, выправили там какие-то диктали, крыло, капот, а поле-то осталось прежним. Возник вопрос, как исправить поле битой машины. И вот у меня здесь как бы возникла стартовая площадка от оберегов. Вот, вы знаете, на национальных русских рубашках есть эти вышки, а не просто вышки. Это определенные генераторы формы, то есть предмет, любой, каждый материальный, раздвигает пространство, возникает определенная частота волна эфира. Если она резонирует с биополем человека, то это полезное излучение. Если она дисгармонична с ним, то это излучение уже вредно, патогенное излучение. Так вот, и вот эти вышивки, они столетиями как бы были наработаны вот эти фигуры. Фигуры, которые создавали определенное резонансное поле, как бы, которые и фиксировали, и увеличивали даже биополе человека, охраняя его от внешних воздействий. Так вот, эти фигуры, помещая их в автомобиль битый, стал смотреть, значит, в результате биолокации. Да, действительно, поле началось управлять, но управляться, но слишком в малых масштабах. Двухмерный генератор формы работал достаточно слабо. Значит, надо было придумывать что-то более оригинальное. Ну, вот в это время мне как раз попалась литература о пирамидах, о том, что они необычными свойствами обладают гармонизирующим пространством. Начал первую пирамиду делать из картона. Результат был положительный. Пирамида стала поле править. Но она получалась очень большая. То есть, где-то примерно полметра на полметра основания, да и высота чуть поменьше. Такую большую пирамиду поставить в салон было проблематично, намешалось. Возник вопрос, как уменьшить габариты пирамиды, но сохранить ее мощность. Достаточно для нейтрализации патогенных факторов, которые изменяет энергетическое поле автомобиля. Сначала шли эксперименты в матрешке. То есть, пирамида в пирамиду пытался я вставлять, смотреть. Эффект очень маленький. И потом, я сейчас вспоминаю, возникла как вспышка. Образ какой-то возник именно такой пирамиды фрактальной. То есть, пирамиды собраны из пирамид. То есть, если собрать небольшие пирамиды в единую пирамиду, сделать такого рода фрактал, так, чтобы высота каждой пирамиды соответствовала высоте той картонной пирамиды, которая давала эффект исправления энергетического поля автомобиля. Сначала первая пирамида изготавливала из дерева. Сам выпиливал, соединял, смотрел. Да, действительно работает. Сам себе не поверил. Пригласил достаточно серьезного специалиста по биолокации Александра Николаевича Сухорукова. Он тут выступал тоже со своей темой в свое время. Он посмотрел и уже определенно сказал, что вот такой формы пирамиды, пирамида в пять раз сильнее, чем такая же монолитная. Вот таким образом появились вот эти фрактальные пирамиды. Далее, значит, начали усовершенствовать, мы уже работали в группе Сухоруков, еще несколько человек. Появилась идея лить их из пластмассы пустотелами и делать наполнители различные. Но первый самый наполнитель был шунгит. Шунгит вы все знаете, это уникальный просто минерал, который является достаточно сильным нейтрализатором патогенного излучения. Вот эти пластиковые пирамидки, наполненные шунгитом и собранные в такую форму, устанавливали бы автомобили. Ну, где-то несколько десятков человек прошли испытателей, значит, через, значит, вот это испытание, дальнобойщики в том числе. И набралась определенная статистика, что да, значит, сокращается аварийность, повышается реакция водителя и снижается усталость. Далее, уж если так хорошо пирамида влияет, фрактальная, на самочувствие того же самого водителя, может быть, она на здоровье тоже влияет. Собрали несколько пирамид, но уже большего размера. Пожалуйста, следующий. Скажите. Вот такая пирамида, мы ее назвали накопитель энергии пространства, 70 из 70 маленьких пирамидок она состоит. И вот эти пирамидки отдали на испытания в медицинское учреждение. Там были большие проблемы. Значит, государственные медицинские учреждения имеют конкретные указания от отдела полженауки, ни в коем образом не принимать на испытания подобного рода, значит, устройства. Договорились с ведомственной железнодорожной клиникой в отделении гнойной хирургии, значит, поместили вот такую пирамиду на три месяца. Была контрольная палата, где проходили тщения, люди уже без воздействия пирамиды. После испытаний трехмесячных нам выдали официальный документ о том, что выявил лечебный эффект. Люди из этой палаты выписывались раньше, до трех дней. Быстрее оккупировались раны, шло заживление быстрее, гораздо. Но, значит, руководство клиники сказало, нам это неинтересно, нам нужно, что подольше люди у нас зарежали платные. Но, тем не менее, значит, удалось этот эффект выявить. И тогда уже начали развивать идею и другие наполнительные дела. Ну, например, сердолик. Сердолик – это известный минерал. Все фараоны Египта носили обязательно пряжку сердолика. Это чакра Банипура, она очень хорошо резонирует с ним. И сердолик дополнительно вливает, как бы, энергию в ауру человека, делает его энергетически сильнее. Тоже был получен достаточно большой оздоровительный эффект, испытание. Ну, мы… И как испытание? Мы же не являемся какой-то лабораторией, так скажем, или НИИ, на финансировании, там, значит, на каком-то официальном уровне. Это исследовательская группа, которая ограничена была в своих возможностях, испытывали на себе, как бы, эмпирическим путем шли. И, значит, да, эффект есть, он виден. Значит, даже здесь был выявлен такой момент немножко негативный, что когда идет перекачивание энергетикой, то начинает нарушаться сон. То есть, астральное тело не выделяется, но без этого уже накачанная энергетика достаточно сильно. Начали применять хризолит. Это уже для уравновешивания, так сказать, стабилизации работы сердечно-сосудистой системы. Сейчас, в настоящее время, мы ведем эксперименты. Ну, они, может быть, несколько фантастические, но уже есть небольшие результаты. Мы применили такой интересный очень минерал турмалин. Это единственный минерал, который поляризует свои оконечности. То есть, плюс-минус электрический заряд располагается на количестве турмалина. За счет этого он дает эффект люстру Чижевского. Вырабатываются отрицательные ионы. Воздушные витамины, так называемые, очень полезные для человека. Так вот, значит, появилась идея поместить турмалин в пирамиду и достичь выработки электрического тока. То есть, превратить пирамиду в бестопливный генератор. Так, чтобы торсионное поле пирамиды начало вырабатывать электрический ток. Сейчас первые самые результаты, мы только в процессе, в начале этих экспериментов, получены достаточно низкие пока показатели, но ток есть. Надо довести его до 8 милливольт, тогда загорится светодиод. Плюс, такая пирамида, поскольку она является излучателем, накопителем и излучателем определенных частот, частот сверхвысоких, суперсверхвысоких частот, естественно, она может использоваться как средство связи. То есть, если его промодулировать звуковым сигналом, то в этом диапазоне уже можно, значит, работать так же, как и в радиодиапазоне. Естественно, такие прикладные работы, они требуют достаточно серьезного оборудования, финансирования, чего у нас, естественно, нет. Но, тем не менее, вот мы, пожалуйста, покажите дальше. Значит, была создана еще вот такая пирамида, как вот, значит, здесь модель мироздания была, да, 7 уровней. Пирамида на поле была, инопланетянами вылазана. Ну, нам вот так она, как бы, интуитивно была тоже создана. Из 7 уровней состоит. НЭП-140, пирамида. Каждый уровень пирамиды наполнен минералом, который соответствует чакре человека, от нижней до верхней, семи чакрам. Резонирует с ними, и таким образом гармонизирует полностью ауру. Дальше, пожалуйста. Пирамида НЭП-196. Трехуровневая пирамида, 196, значит, пирамидок и маленьких наполненных шуньетов. Это очень мощный нейтрализатор патогенных зон. Вот там, в тех местах, где нас приглашали провести биолокацию, выявить патогенные зоны и нейтрализовать их, мы рекомендовали использовать эти пирамиды. Они давали очень хороший результат. Дальше, пожалуйста. Ну, это как бы вот в целом наша продукция здесь, на сегодняшний день, она не вся. Я тут расскажу. Это сейчас есть еще и передовая разработка. Это лабиринты, которые выложены в форме лабиринтов, которые на севере, значит, России, на Соловках, имеют место быть. Пирамида с подсветкой. Внизу светодиодный блок. В пирамиде расположен сердолик. Тут дополнительно работает еще и фотон. Потом, проходящий из кристалл сердолика, модулируется его энергоинформационной структурой и несет его целебную силу в ауру человека. Дополнительно еще к самому полю пирамиды. Сработает еще и свет. Дальше, пожалуйста. Вот эта пирамида, уже большая, масштабная пирамида. НЭП-14, тем мы ее назвали. Для больших участков земельных. Нам специально, так сказать, попросили люди, которые хотят долго жить, потому что живут хорошо, для того, чтобы такую пирамиду поставили у них на земельном участке. Пирамида, значит, льется из гипса, покрывается специальным составом, который предупреждает разрушение от внешней среды. Внизу мы использовали лабиринт. Вот эту форму, просто телами квадратной, формы та же самая, что на золовках. Какую функцию он выполняет? Он раскручивает эфир пространства, прежде чем он пойдет в пирамиду. Он уже идет вращающимся. То есть уже возникает торсионное поле, что дополнительно увеличивает мощность пирамиды, плотность поля и радиус ее действия. Дальше, пожалуйста. Это этапы сборки ее. Еще дальше. Вот, значит, она собирается таким образом. Еще дальше снимок. Вот этот процесс сейчас уже завершается. Верхняя пирамидка. И вот она собрана, стоит на земельном участке. Вот эта пирамида была поставлена два года назад. На земельном участке заказчика. Там у него дом стоит на склоне. У него терраса. Вот они, видно, там гранитные блоки. Они как бы выложены в форме террасы. Насыпана земля. И там у него огород. Так вот, после того, как поставили пирамиду, человек начал раздавать овощи просто соседям. Потому что некуда было просто их надевать. Настолько увеличились урожаи. Там помидоры, просто даже зелень не видно. Они просто все в плодах были. Абрикосовые деревья у него пришлось ставить рогатки, потому что такой обильный урожай. Причем ежегодно. Обычно-то косточковые дают урожаи. А через год, а это ежегодно пошли вырожать. Человек остался очень доволен. Вот, у него там, как бы, улучшилось настроение. Значит, жизненные силы его позволили ему больше свершить то, что даже того, что он намечал, так скажем. Что? Наполнение. А, вот эта пирамида, она наполняется только верхушкой, третьей части. Вообще, опыты показали, что пирамида работает на изложке, получения и на формирование энергонационной структуры того, что в ней помещено, он только верхней третьей в основном. Туда мы закладываем сердолик и шунгитовую смесь. Это вот именно для этой пирамиды дает достаточно тоже высокий эффект. Дальше, пожалуйста. Вот эта пирамида – светильник. Это в торговом центре. И как ландшафтный дизайн, как светильник, как генератор формой, нейтрализатором патогена и, значит, естественно, оздоровительный эффект дополнительно дает. Дальше, пожалуйста. Вот это вот и начало. Там еще есть несколько файлов вордовских. Вот эта наша группа исследовательская во время установки и испытания этой пирамиды, значит, биолога, женщина Ольга, значит, она пришла с прибором Лотос. Это прибор экспресс-диагностики. Разработка была военная еще во время советской власти. А сейчас он рассекречен, снимает сразу 12 параметров, показывает. В том числе и ауру тоже сейчас доработано. Дальше, пожалуйста. Так вот, этим прибором были выполнены измерения, значит, параметров жизнедеятельности, испытуемых до того, как они вошли в поле пирамиды и после того, как они пробыли в нем 15 минут. Вот дальше, пожалуйста. Очень интересные получились результаты, значит, до 70% показались в плюс. Вот аура видна, да? До 70% в плюс показатели положительные улучшения жизнедеятельности организма. Дальше, пожалуйста. Вот это письмо, а вот, значит, график показателей, значит, там тоже самое испытываю. Вот уже другие испытания были. На 20% увеличение и на 28, по-моему, показатели. Еще дальше, пожалуйста. Ну, вот это письмо заключения клиники железнодорожной, о том, что выявлен лечебный эффект. Так что, несмотря на все препоны, на снижение, так скажем, жизнедеятельности и официальной науки, академической, энтузиасты продолжают работать, получают результаты. Вот. Я думаю, что постепенно мы придем к тем же результатам, к которым пришли в свое время Атланты, используя пирамиды. Если, конечно, будем достаточно энергичны. Спасибо вам. Если есть какие-то вопросы, пожалуйста. Вопросов, конечно, не будет, потому что я не даю их задавать. Но огромное спасибо вот нашим коллегам. И вот докладчикам прежде всего. Работают люди, работают, нормально работают. Понимаете, какое дело? И в этом смысле никто нас не победит. Ни в каком другом тоже. Значит, слово предоставляет царение Евгении Термен, композитору, исследователю, справка, внучке известного изобретателя, ученого Льва Сергеевича Тернина. Она из Твери. Значит, выступление о некоторых аспектах психоакустического и энергоинформационного воздействия народной музыки на организм человека. Добрый день всем, уважаемые слушатели, уважаемые участники. Сегодня я представлю вашему вниманию некоторые результаты своей работы по изучению психоакустического и энергоинформационного воздействия народной музыки. Я специально не выделяю конкретные национальные признаки, так как, к сожалению, у нас в сознании запечатлелось, что народная музыка – это музыка, принадлежащая конкретному народу. Я буду рассматривать человечество как единый народ, без деления наций и культуры. В вокальном акапелле некоторые русские народные мелодии дожили до нашего времени, что позволяет нам их исследовать и частично восстановить их первоначальный смысл. В определенной мере знания о психоакустическом и энергоинформационном воздействии музыки сохранились в культуре народов Востока и некоторых трактатах греко-римской философии, дошедших до наших дней. На Руси во все времена пели. Песня сопровождала человека всю его жизнь, от зачатия до проводов в мир иной. Пели всегда дома, в поле, на работе, в храме, за столом, в пути. Можно сказать отдельно несколько слов именно о культуре русского застолья. Во времена переменных блюд на Перу, на вечере, в обед пелись так называемые подблюдные песни, славящие хозяев дома, род и жизнь. Причем в каждом роду были свои особые песни, свои особые мелодии, свои особые лады, слова, манеры исполнения и аккомпанемент. Но, к сожалению, в период смены религий на Руси были запрещены народные опряды, и связанные с этим не имеющие фиксированных ладов музыкальные инструменты. Например, те же самые гусли, домры, пищалки, сопелки. Современные песни, которые мы поем за столом, это минорные, грустные. Например, «Ой, мороз, мороз, не морозь меня», «Черный ворон», «Парни так много холостых» и тому подобное. Это и авторские песни, и песни народных. Как показывает практика, именно минорные лады приносят человеку психическое, а также физическое успокоение, умиротворение. Кто-то может поспорить, сказав, что якобы в космосе нет минора. Это не так. Дальний космос звучит в тональности в фа-диез минор. Открою вам такую маленькую тайну. Еще хочу добавить особо о минорных ладах. Они помогают снять острый стресс и уменьшить последствия хронического дистресса. Что такое хронический дистресс? Психологи, которые здесь присутствуют, могут вам более конкретно об этом рассказать. В то время как мажорные лады, быстрые композиции возбуждают человека, побуждают к действиям. Как пример могу назвать гимны, как религиозные, так и светские. Я попытаюсь дать вам возможность понять несколько глубже традиционную культуру такого народа, как человечество. И осознать единство современного человека с истоками цивилизации, используя также знания, дошедшие до наших дней, из более дальних времен. А сейчас я предлагаю вам прочувствовать именно русский лад, русский дух, прослужив маленький фрагмент знаменного пения, записанного в одном из старооберядческих соборов. Будьте любезны, пожалуйста, трек номер один. 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 Звук высотный строй не является фиксированным, то есть исполнитель использует свой внутренний строй, созвучный с его энергетикой, с его текущим состоянием и представляет собой принципиальное отличие от фиксированного, стандартизированного звуковысотного строя. То есть рага — это мелодия, которая может быть исполнена в любой удобной для автора-исполнителя тональности, без привязки к конкретному ладу. Восемь основных раг в ведических трактатах, если посмотреть, разделяется на 128 производных, но в каждой из этих мелодических гамм существует пять базовых нот. То есть имеет место так называемая народная пентатоника. Это ведущая нода, вади, или царь, вторичная нода, сама вади, которая представляет, соответственно, тонику и субдоминанту. Две вспомогатели ноты, ану вади, они соответствуют стандартной диатонической системе шестой и третьей ступени лада. И вивади, или враг, который представляет собой в стандартной системе доминанту. Эти пять нот символидически представляют собой пять первоэлементов творения. Эфир, огонь, воздух, вода и земля. Я могу озвучить распределение основных раг по воздействию на чакры, если вам, конечно, это интересно. Младари соответствует рага Шамкальян, исполняемая на Ситари. Свадиштани. Малкаунс, исполняемая на Церосвативине. Маникуре соответствует рага Кирвани, исполняемая на Сантуре. Анахати, рага Дурга. Инструмент флейта Бансури, или поперечная флейта, классическая. Вишадичакри соответствует рага Дес. Она исполняется, как правило, на так называемой фалити Мурли. Она соответствует русской сопелке. Агнищакри соответствует рага Гунакали, исполняемая на безладовом древнем музыкальном инструменте, который называется Старот. Может быть, кто-нибудь, кто интересуется в восточной музыке, даже где-то слышал его запись. Это очень редко встречающийся инструмент. И, наконец, Сахасрар Чакри соответствует рага Дарбари, исполняемая на древнейшем струнном безладовом инструменте, называемой Рудра Вина. В древнем музыке октава разделяется на 22 шрути, или четверти тона. В настоящее время, конечно, этот строй очень редко используется. И современному человеку, привыкшему слышать 12 звуков в октаве, различить 22 практически нереально. Но, тем не менее, эти микротоновые интервалы делают возможным тончайшие музыкальные оттенки, недостижимые для западной хроматической гаммы, привязанной к конкретным нотам из 12 полутонов. Каждая из основных семи базовых нот октавы в ведической культуре и в русской народной традиции ассоциируется с цветом, пением птицы или звуком животного, рождая в сознании слушателя многомерные полихромные образы. Из западных композиторов, в частности Бах, понимал все обаяние и силу повторяемого звука, слегка изменяемого с помощью сотни разнообразных комбинаций. Музыкальная система, идентичная сохранившихся в Индии с ведических времен, с времен, когда человечество имело единую культуру и единую цивилизацию, существовала в России и по всему миру до тех пор, пока ее не вытеснила стандартная западная нотация. По народной традиции, все-таки именно народное пение, именно использование внутренних ладов, внутреннего строя человека продолжает развиваться. Я предлагаю вашему вниманию прослушать фрагмент «Раги дождя». Пожалуйста, трек номер два. Раги дождя «Раги дождя» Базовыми звуками для древних мелодий служат определенные гармонические частоты, соответствующие звучанию чакр, полностью физически и психически здорового человека. В греческой музыке стандартный строй идеального состояния, вся энергетическая система человека идентична миксолидийскому ладу. Для тех, кто понимает, для тех, кто не понимает, я назову ноты. Ля, си, бемоль, дори, ми, фа, соль. Современные нотации. И в современном искусстве используемо в таких направлениях, как блюз, джаз и рок. Но, как мне известно, по результатам моих исследований я скажу, что для каждого рода, для каждого человека характерен свой уникальный базовый внутренний музыкальный строй. Как часто люди, обладающие уникальным, отличающихся от стандартного общепринятого внутренним музыкальным строем и голосом, выбраковываются из музыкальных школ как необучаемые. Нельзя сказать человеку, который не может интонировать стандартным мажором миноре, что у него нет слуха. Нет человека, лишенного тонального слуха. А речевой аппарат человека приспособен именно для пения, а не для привычной всем обычной речи. И если человеку удастся найти свою базовую ноту, базовая нота — это, как правило, самая низкая нота, которой способен спеть конкретно человек, и от нее построить собственный индивидуальный лад, то использование этого лада при пении даст ему полную гармонию с самим собой и полное физическое благополучие. Музыка, как вид искусства, тесно связана с психическим и физическим состоянием человека. Используясь в сакральных действиях, она не является средством бездумного развлечения. Достаточно вспомнить военные походные марши царской России, государственные гимны, сакральную музыку, исполняемую в обрядах разных культур, основанную на древних ладах. Например, песня «Вещи Малеги», «Боже царя храни», «Прощание славянки», современные государственные гимны России. Они построены именно на древних народных ладах. Музыка, являясь по сути своей божественным даром человечества, изначально посвящалась Богу и до сих пор имеет особое значение, принимая важное внимание в жизни человека. Пожалуйста, будьте внимательны к тому, что вы слушаете. Спасибо за внимание. Уважаемые коллеги, я не зря кричал в этот оралу о важности сегодняшнего последнего, так сказать, блока выступлений. Я сейчас назову человека, который будет выступать, докладчиком. Призываю отнестись к его выступлению очень серьезно. Но наряду с тем, как я его представлю, должен сказать, что его голос хорошо известен тем, кто внимательно смотрит программы РЕН-ТВ. Некоторым из вас он лично знаком, но большинство из вас его никогда не видели. И результатов его работы, ну, как бы не знают просто, что это его именно работа. А это как раз лучшие фильмы познавательные на канале РЕН-ТВ в линейках территории заблуждений, секретные территории, самые шокирующие гипотезы и так далее, и так далее. Я представляю Илью Григорьевичу Богданова, одного из ведущих специалистов канала РЕН. Но сегодня важно, что он руководитель наблюдательного совета Интернационального центра регулирования деятельности субъектов права в сфере оккультных услуг и парапсихологии. Ну, тут докладчик назван, так сказать, которого сегодня называть не буду, но просто у Алексея Николаевича Тяшева есть такое звание, как генеральный директор НИИ национальной безопасности. Выступление, причем, так сказать, недлинное у Ильи Григорьевича называется «Правовое регулирование в сфере психотехнологий и научных исследований, не признаваемых официальной наукой». Прошу отнестись к этому выступлению серьезно. Добрый вечер, уважаемые коллеги, друзья. Я здесь показывать ничего не буду, потому что Гражданский кодекс Российской Федерации, он очень большой. Вот. Значит, тема моего доклада – «Правовое регулирование в сфере психотехнологий и научных исследований, не признаваемых официальной наукой». Скажу так. Это немного странное название для доклада, если учесть, что никакого правового регулирования в этой сфере у нас в стране попросту не существует. Причина этого проста. До недавнего времени в России не существовало единого центра, единой организации, которая была бы способна выходить с законодательными инициативами в сфере психотехнологий, которая бы взяла на себя разработку стандартов, по которым бы люди могли работать. Но эти люди обладают сверхспособностями, и организация должна защищать интересы этих людей. Сейчас такая организация появилась. Она называется «Интернациональный центр регулирования деятельности субъектов права в сфере оккультных услуг и парапсихологии». Александр Евгеньевич Семенов как раз представил, назвал ее, собственно, название этой организации. Эта структура создана в целях представления и защиты общих, в том числе профессиональных интересов экстрасенсов, парапсихологов, знахарей и так далее. Естественно, в наше непростое время без моральных поддержки государственных органов не обойтись. Не буду раскрывать все карты, скажу одно. Такая поддержка есть. Центр осуществляет свою деятельность в целях регулирования и содействия своим членам в осуществлении ими профессиональной деятельности, которая связана с изучением и предоставлением услуг в области оккультных практик и учений. Алхимия, петрохимия, гомеопатия, астрология, нумерология, волновая генетика, биорезонансная и энергоинформационная медицина, телепатии, телекинез, психотронные технологии. А также другие виды и подвиды непризнаваемых официальной наукой учений. Предметом деятельности ассоциации является достижение целей в сфере содействия деятельности своих членов в сфере оккультных услуг и парапсихологии, а также защиты общества от непрофессиональных действий в этой области. Действия юридических и физических лиц в области оккультных услуг и парапсихологии регламентируются нормативно-правовыми акты. Гражданский кодекс Российской Федерации от 30 ноября 1994 года, 51 федеральный закон. Федеральный закон от 1 декабря 2007 года, номер 315 о саморегулируемых организациях. Федеральный закон от 7 февраля 1992 года, номер 2300 прим, редакция от 2 июля 2013 года о защите прав потребителей. Постановление правительства Российской Федерации от 2 мая 2012 года, номер 412 об утверждении положения о федеральном государственном надзоре в области защиты прав потребителей. В последнее время на рынке товаров и услуг все больше популярность приобретают услуги, связанные с оккультными технологиями и практиками. По неофициальным данным, сегодня в России предоставляют оккультно-мистические услуги около 200 тысяч физических и юридических лиц, из которых более 50% граждан иностранных государств. Это большая проблема как для тех, кто пользуется услугами этих лиц, так и для государства в целом. Объясню почему. Дело в том, что под прикрытием своей оккультно-мистической деятельности они очень часто ведут совсем другую деятельность, включая разведывательную вербуя нужных им людей через свои салоны и так далее. Мало кто знает, что одним из бенефициаров вооруженного переворота на Украине стала американская баптистская церковь. Более того, общий финансовый оборот услуг и товаров оккультного и магического предназначения и на неизвестных академической науке принципах, по оценке независимых экспертов, составляет около 100 миллиардов рублей ежегодно. При этом никаких смет, экономических показателей и нормативов не представляется. Контроля со стороны антимонопольного комитета России и налоговых органов не осуществляется. Неоднократные жалобы граждан на мошенничество со стороны исполнителей и производителей данного вида услуг возлагают на нашу службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека ответственность по защите их прав. Однако оккультные услуги, шаманство, колдовство, гадания, ясновидение, снятие порчи с глаза и исправление кармы, деятельность иного рода, определения в законодательстве пока не имеют. Специалисты в области оккультных практик обычно получают свидетельство о регистрации частного предпринимателя, вид деятельности, прочие услуги населения, на основании которого регистрируются юридические лица и индивидуальные предприниматели. И вообще нет такого вида деятельности, как магия или гадание. В соответствии с постановлением правительства Российской Федерации номер 412 от 2 мая 2012 года Государственный надзор в области защиты прав потребителей возложен на Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Принимая во внимание значимость безопасности и благополучия потребителей рынка, предоставляемых услуг в области оккультных практик и реализации товаров на неизвестных научному миру принципах и технологиях, а также отсутствие законодательных актов, регламентирующие данные виды деятельности производства товаров и оказания услуг. В целях государственного регулирования всех видов хозяйственной деятельности, связанных с оказанием оккультно-мистических услуг, организации оккультных обществ, в том числе связанных с обучением, а также парапсихологическими исследованиями, было принято решение создать интернациональный центр регулирования деятельности субъектов права в сфере оккультных услуг и парапсихологии. Процедуру создания надзора и контроля ее деятельности было предложено возложить на сам Центр и МИИ национальной безопасности. Также привлекать в установленном порядке для проработки вопросов установленной сферы деятельности можно научные и иные организации, а также ученых и специалистов, включая, наверное, комиссию по лжи науке. Основная цель Центра – переложить контрольные и надзорные функции за деятельностью субъектов в сфере оккультных услуг с государства на самих участников рынка. При этом с государства снимались бы явные избыточные функции и, как следствие, снижались бюджетные расходы, а фокус собственного государственного надзора смещался бы с надзора за деятельностью в сторону надзора за результатом деятельности, таких как разработка требований к членству субъектов предпринимательской и профессиональной деятельности Ассоциации, в том числе требования к вступлению, предложения по мерам дисциплинарного воздействия, предусмотренных федеральным законом и внутренними документами в отношении своих членов, разработка регламента разрешения споров, возникающих между членами организации, а также между ними и потребителями, произведенных членами организаций товаров, работ, услуг, иными лицами в соответствии с законодательством о третейских судах, анализ деятельности своих членов на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов в установленном порядке, представление интересов членов в их отношении с органами государственной власти и органами местного самоуправления. Центр также организует профессиональное обучение, аттестацию членов ассоциации или сертификацию, произведенных членами организации, товаров, работ, услуг, если иное не установлено федеральными законами. Центр также обеспечивает информационную открытость деятельности своих членов, публикует информацию об этой деятельности в порядке, установленном настоящими федеральными законами и внутренними документами интернационального центра. Более того, сверхзадачей интернационального центра являются формирования благоприятной для жизни и деятельности человека и общества социально и духовно полноценной, экологически чистой и безопасной сферы оккультных услуг и парапсихологии на территории Российской Федерации. А то, что мы видим в наших средствах массовой информации? Газетные объявления и рекламные ролики лиц, которые используют несчастье других людей, обещая оказать им посильную оккультную помощь, хотя на самом деле оказать ее не способны. Во времена СССР на всю страну было около 20 человек, которые действительно могли лечить людей нетрадиционными методами. Почему я уверенно называю сколь малую цифру? Потому что все люди, которые обладали сверхспособностями, состояли на государственной службе в различных структурах. От Министерства геологии СССР до силовых ведомств. Какую картину мы видим сейчас? Только в одной Москве тех, кто заявляет в своих рекламных объявлениях, что является экстрасенсом, парапсихологом или психотерапевтом, более 100 тысяч человек. И все они находятся вне правового поля, поскольку в общем классификаторе видов экономической деятельности нет таких профессий, как экстрасенсы или шаманы. То есть фактически они есть. Пусть и не 100 тысяч человек по Москве, а вот юридически нет. Нет стандартов, по которым они могли бы работать. А это означает лишь то, что в настоящий момент абсолютно нереально оградить действительно людей, знающих, умеющих и обладающих реальными оккультными знаниями от самозванцев и шарлатанов, которые, прикрываясь отсутствием законодательной базы, совершают уголовно наказуемые деяния. Какие именно? Мошенничество, например. Но это полбеды. В результате действия этих шарлатанов подвергаются подчас смертельному риску те, кто обратился к ним с просьбой об услуге и помощи. Но как распознать, действительно ли экстрасенсы или парапсихолог обладают всеми возможностями, которые декларируют? Еще во времена СССР были разработаны целый ряд методик, которые включали в себя тестирование и проверку на техническом оборудовании, которое было изобретено и внедрено в спецлаборатории КГБ СССР и МГТУ имени Пауна. Чтобы оградить, условно назовем граждан, которые обращаются за помощью к экстрасенсам пациентами, так вот, пациентов, при осуществлении своей деятельности центр вправе осуществлять контроль за деятельностью своих членов, в части соблюдения имени требований, стандартах и правил профессиональной деятельности, обжаловать от своего имени в установленном законодательством России порядки, любые акты, решения и действия или бездействия органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти, субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и их должностных лиц, которые нарушают права и законные интересы как самого центра, так и его членов, или создающие угрозу таких нарушений. Мы уже сейчас участвуем в обсуждении проектов федеральных законов иных нормативных правовых актов Российской Федерации, проектов законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, а также органов местного самоуправления, государственных программ по вопросам, связанным с арбитражным управлением, а также направляем в органы госвласти России, органы субъектов Российской Федерации результаты проводимых нами независимых экспертиз, проектов в указанных нормативных правовых актах. На будущее, и если возникнет такая необходимость, мы будем представлять законы интереса своих членов в их отношениях с федеральными органами государственной власти Российской Федерации, органами государственной власти субъектов России, а также органами местного самоуправления. Что еще можно добавить? Интернациональный центр регулирования деятельности субъектов «Право в сфере оккультных услуг и парапсихологии» основан на добровольном членстве. Членом организации может быть полностью дееспособный гражданин России, отвечающий следующим требованиям. Имеет высшее профессиональное образование, не имеет судимости за совершение умышленного преступления, не имеет наказания в виде дисквалификации за совершение административного правонарушения, либо в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью за совершение преступления. Спасибо. Честно говоря, вы так врубились? Прости, Господи. Все врубились? Нет. Понятно. Короче говоря, наступает эра правового регулирования любых видов, так сказать, работ, связанных с тем, что мы называли парапсихология, экстрасенсорика, эзотерика и так далее. Те из нас, вас, которые, значит, поймут и вступят в эти ряды, вот, будут взносы платить. А которые мне вступят, отключим газ. Извини, Илья, это я так. Уважаемые коллеги, значит, я вам уже сказал, что нам нужно будет закончить пораньше, но у нас еще есть несколько вопросов. Первый вопрос, это я предоставляю слово Ярославу Петровичу Старухину для короткого выступления. Буквально несколько минут. Добрый день, дорогие коллеги, друзья, товарищи, соратники. Наши поколения, сегодня живущие, переживают очень ответственный момент. И все предшественники до нас, ну, сегодняшней цивилизации, не имели тех возможностей, которые есть у нас. Я имею в виду, конечно же, интернет. Я имею в виду, конечно же, цифровые носители, позволяющие записывать ту информацию, которая произносится. Неважно, в этом зале сегодняшняя эпоха позволяет нам передать информацию на другую точку планеты без задержки времени. Мы с вами являемся свидетелями того, что на нашей памяти в нашей стране произошел вооруженный переворот. Произошла смена экономической парадигмы, строится коллайдер. И при этом мы обсуждаем о том, что люди, отвечающие за вооружение в стране, отвечают, доносят до нас информацию, что космос обитаем, за нами наблюдают и, более того, нас оберегают. Проект «Глобальная волна» существует более 8 лет, когда я познакомился с прорывными технологиями, подумал, что достаточно очень просто внедрить это в наше общество. Существует нормативно-правовая база, достаточно выйти перед обществом и сказать, «Дорогие друзья, предлагаю каждому жилье, каждому питание расселить мегаполисы». Через какой инструмент? Участие в избирательной кампании президента Российской Федерации. Достаточно 500 человек инициативной группы, чтобы пройти избирательный порог и попасть в Центральную избирательную комиссию. И эта информация будет озвучена в федеральных каналах средств массовой информации. Другого пути у нас с вами нет и не будет. Мы видим устоявшуюся мировую капиталистическую систему, которая легко, очень легко перенаправляет финансовые потоки. И если вам не нравится доллар, вам не нравится Америка, нет вопроса, будет новая страна, Китай, и будет продвигаться Юань. Но от того, что это будет новая валюта, нам от этого с вами не горячо, не холодно. Я абсолютно убежден, что космос и человечество в целом – это некий галактический эксперимент. Каждый из нас с вами – это уникальный вычислительный процессор, вычислительный компьютер. Но мы не можем объединиться ради одной большой великой задачи. Такое ощущение, что мы общество, мы человечество на планете Земля – это раковая опухоль. А некие доктора в других галактиках крутят ручки и пытаются понять, как изменить частоты в наших мозгах, чтобы мы из злокачественной опухоли превратились в доброкачественную. Истины и рецепты все прописаны. Возлюби ближнего своего, как самого себя. И если технологии вчерашнего дня нам не позволяли поделиться с ближним, чтобы не отрывать от себя, то прорывные технологии, о чем сегодня говорили, в общем, в чем суть, почему произошел вооруженный переворот в России. Потому что социалистическая экономическая формация показала преимущество в развитии научно-технического потенциала. Советский Союз опередил все мировое сообщество, и мы готовы были и вышли фактически на создание теории единого поля, что позволяет нам получать энергию в любой точке пространства, синтезировать продукты питания в любой точке пространства, решить абсолютно все проблемы, которые стоят перед человечеством, и самое главное – уйти от денег, перейти в безденежную форму обращения. Природа подобной технологии. Вот, это то, что у нас сейчас с вами есть. Среди нас есть эти люди, это единицы людей. Как правило, это люди старшего поколения. Я вышел сюда, это крик души для видеозаписи, для тех, кто будет смотреть эти записи, потому что записи сейчас смотрят тысячи людей. Единицы людей двигают цивилизацию вперед. Но мы должны честно посмотреть в зеркало и признать, к сожалению, мы толпа затаптываем этих единиц, затаптываем, не позволяем развиться этим и поддержать. Вот мой призыв, чтобы через продвижение сюжетов, снятых в том числе на данном симпозиуме, люди обратились и увидели, что действительно среди нас есть единицы, которые двигают цивилизацию вперед, и именно в этих единицах заключается наше спасение. Неминуемо идет безработица. Неминуемо, неминуемо мы попадаем в демографическую яму. Уже сегодня повышают пенсионный возраст. Почему? Потому что мало рождают детей, потому что экономические условия таковы, когда молодежь не может иметь много детей, не вытянуть, не по силам. Поэтому только переход на новую научную парадигму. И задача глобальной волны – это зафиксировать в сознании международной общественности преимущественное авторское патентное право на новую научную парадигму за Российской Федерацией. Мы с вами являемся правообладателями, преемниками предыдущих поколений, наших бабушек и дедушек и прадедов, которые миллионами сложили голову за наше счастливое будущее. И я призываю тех, кто находится в зале и тех, кто будет смотреть, быть достойными потомками, достойными своих предков. Спасибо большое. Спасибо, Ярослав. Господа, коллеги, прошлые чтения закончились, я считал правильным, моментом таким, когда надо было вспомнить, что мы здесь вообще собираемся с 25 лет. И вот после того, как это все было сделано, я услышал целый ряд просьб, предложений. Ну, в этом году, который еще как бы 25 лет, так сказать, вот есть, а 26-то еще нет, ну, как бы повторить вот сегодня окончание прошлых зигелевских чтений. Я имею в виду вспомнить, что мы собираемся на зигелевские чтения в связи с именом Феликса Юрьевича Зигеля, ученого, публициста, популяризатора, интеллигентнейшего человека, который написал очень много книг, которые до сих пор востребованы, и по астрономии, и связанным с философскими вопросами. И самое главное, собрал целую когорту людей, вот, единиц, о которых говорил только что Ярослав, он их собрал целую когорту, которая очень долго и плодотворно работала, передавая, как бы, так сказать, другим поколениям, ну, к которым я и себя тоже отношу, и вас, для того, чтобы продвигать эти идеи. И надо сказать, то оно-то, которое вот и сейчас у нас на зигелевских чтениях звучит, связь не просто научно-технической мысли, или, там, научно-философской мысли с какими-то открытиями, там, с инопланетянами, или, там, с вселенским разумом, а связь с нашей повседневной, вот, этой самой геополитикой, связь с тем, ну, вот, жизнью, планеты, целой планеты, насколько это важно, насколько это перспективно. Вот мы сейчас посмотрим этот семиминутный ролик еще раз и уйдем отсюда. Уйдем пораньше, потому что я обещал, вот, ну, до пяти, чтобы здесь никого не было совсем. Вот, поэтому уже сейчас я приношу глубокие, так сказать, благодарности всем, кто сегодня провел это время здесь, администрации Центра Культурного, так сказать, Мемеридиан, докладчикам, всем, кто готовил эти чтения, и всем, кто сюда придет в следующий раз. Спасибо. Семьи чтения будем надеяться в ноябре. Ну, если не будет света представлений, конечно. Семьи чтения будем надеяться в ноябре. Спасибо. 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 Спасибо.